Когда лучше выходить замуж? Женщины любят гладить фату, да, мужчина еще только появился в ее жизни, она уже придумала имена детям, а тут резко он гонит ее на работу. А почему я на бывшего козла жзлюсь так очень? А почему я сейчас одна с ребенком, а мужчина не платит алименты? Как он смотрит будущее, как он видит будущее через год, через два, через пять? Я вот стремлюсь, я чего-то хочу, а он мне говорит, а меня все устраивает. Я понимаю, что хочется просто положиться на чувство. И если мы любим друг друга, то все как-то само собой будет. Если бы так было, дорогие мои, не было бы такого количества разводов. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, я помогаю женщинам, чтобы мужчины их радовали, а не гневали. И прежде чем мы перейдем к этому видео, прямо сейчас ставь лайк, обязательно подписывайся на канал. И смотри это видео до конца. Итак, начнем по порядку. Первое, что я считаю важным, это когда отношения прошли проверку временем. И знаете, я люблю такой термин, женщины любят гладить фату. Мужчина еще только появился в ее жизни, она уже придумала имена детям. Она, понятно, что женщинам хочется как можно быстрее выйти замуж, как можно быстрее вступить в отношения, чтобы почувствовать себя защищенной, чтобы мужчина взял ответственность. Но поймите, пожалуйста, что первые два года в отношениях, ну это просто влюбленность. Это может быть на каких-то высоких эмоциях. Это как опьянение. И на самом деле я считаю, что большинство партнеров первые два года не знают друг друга, какими они есть настоящие. И только на третий год или после третьего года наступает реальность. И когда происходят какие-то конфликты, непонимания, даже в какой-то степени разочарования в партнере, первичные разочарования в том идеале, который мы изначально рисуем, если мы не прокачиваемся, да, как личности, то мы, конечно, делаем как большинство. Я сейчас описываю большинство. Я считаю, что когда женщина выходит замуж рано, это хорошо. В принципе, это неплохо, но это рискованно. Если ты готова нести риски и родить пораньше, это разве плохо? Если ты вышла замуж через три месяца, а еще на следующий год ты родила ребенка. Ну разве это плохо? Разве можно за это ругать или критиковать? Это прекрасно. Но есть риски. Если ты готова нести эти риски, то окей. И пойми, и мужчины тоже, многие неосознанные, он влюбляется, и он на основании этой влюбленности делает выводы о женщине. Но он не пожил с ней в реальной жизни. Он не пожил с ней, когда эмоции ушли. И поэтому я считаю, что ну хотя бы два годика нужно пожить. Ну хотя бы два-три года, чтобы узнать. И не просто побыть в отношениях, а пожить друг с другом, пройти какой-то путь. Уже прожить какие-то конфликты и посмотреть, как вы ведете себя в этом. И уже только после этого делать выводы. Следующий пункт. У вас есть возможность в отношениях быть собой. Ну кажется банально, но в смысле быть собой. Но бедись, пожалуйста, не хочешь ли ты мужчину менять, не хочешь ли ты его рихтовать, воспитывать, изменять его, улучшать по собственной воле. Он не хочет улучшаться, а ты его хочешь улучшать. Потому что ты считаешь, что так правильно. Позволяешь ли ты ему быть самим собой? И нравится ли тебе он такой, какой он есть? Например, нравится ли, что он такой амбициозный и очень много работает? Или же наоборот, он такой творческий, летающий в облаках. Тебе это точно нравится? Ну если ты понимаешь, какой он сам по себе, сам собой, убедись, что тебе это нравится. Ну и себя тоже проверь. А ты позволяешь себе быть самой собой в отношениях? Либо ты отыгрываешь какую-то роль. Например, роль хорошей девочки. Роль заслуживательницы любви. Я сейчас буду вся такая хорошая, мне будет ему замуж. Я такая сейчас буду вся, всю себя отдавать, да. И тогда у нас будет крепкая семья. Или же, ну, отыгрываешь какую-то роль, например, сильной женщины, чтобы в вашей семье все было надежно. Да, на него положиться нельзя. И по сути ты в какой-то роли, допустим, там сильной женщины. Поэтому, пожалуйста, убедитесь в этом банальном пункте. Точно ли вы уже сами с собой в отношениях? И точно ли вы друг другу нравитесь? Это касается и партнера, и тебя. Следующий важный пункт это совместимость. И это то, что по моим наблюдениям многие женщины на что забивают. То есть она смотрит, ну, хороший мужчина, ну, там не пьет или работает, или там целеустремленный. Ну, какой-то набор качеств, который ее устраивает, который она хотела видеть в партнере. Но в плане секса что-то не так, что-то не подходит. Ей кажется, ну, притремся. Ну, со временем как-то. Ну, главное, любовь. Главное, что мы друг к другу хорошо относимся. Или со временем оно улучшится. Поймите, пожалуйста, со временем секс, он может быть и улучшается, но он не улучшается от минуса в плюс. Он может улучшиться от плюса в плюс. Как раз когда вы совместимы, когда вы больше друг друга понимаете. Но если изначально вам не нравится, вы понимаете, что вы не совпадаете темпераментами. Ну, например, ты любишь страстно, а мужчина более спокойный, да, он более там пассивен. Или наоборот, ты любишь поспокойнее, а тебе очень некомфортно, когда мужчина суперактивный. Это то, что заложено в нас природой изначально, и это то, что мы можем ли, мы не можем это изменить, мы можем это только совершенствовать. Поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание, на этот пункт сексуальная совместимость. Она либо есть, либо нет. Конечно, может быть, не стоит делать выводы по первому разу, но если за несколько раз вы понимаете, что как-то сложненько, возможно, есть такой пункт. И если ты готова с этим жить и с мужчиной, и тебя устраивает, что и с мужчиной так, тогда окей. Но пойми, это не меняется. Все-таки женщина говорит, ну да, мне это устраивает, но с вами она понимает, что все-таки не устраивает. Поэтому лучше этот пункт не игнорировать. Следующий пункт. Вы умеете договариваться, вы умеете решать конфликты. Конечно же, конфликты неизбежны. Конечно же, какие-то, какое-то непонимание, споры неизбежны. Но вопрос не в том, есть ли споры или конфликты. Вопрос, на какую длительность затягиваются эти конфликты, споры, и чем они заканчиваются. Например, они могут тянуться вечно и заканчиваются чем? Что, ну, вы просто там, надоело вам ссориться, и как-то снова как бы вы в мире. Либо же, я считаю, что важный пункт, это уметь договариваться, уметь решать конфликты. Это когда возникает какое-то непонимание, и вы умеете быстро решать эти вопросы. И когда оба партнера в итоге удовлетворены, и на душе их спокойствия, а не, как говорится, кошки грызут. Следующий пункт, вы закрываете потребности друг друга. И, пожалуйста, попробуйте на берегу разобраться, какие есть у вас действительно потребности. У него, выясни, какие у него потребности, как у мужчины. Выясни сама для себя, какие у тебя потребности для женщины. И поймите, что нет, ключевая потребность, это не любить и быть любимым. Это один из пунктов, а есть много других деталей. И разберитесь, пожалуйста, что ваши списки, они действительно совпадают. Убедись в том, что ты понимаешь потребности мужчины, и ты им соответствуешь. И выясни, пожалуйста, свои потребности в отношениях, и убедись, что мужчина тоже им соответствует. И опять же, конечно же, когда люди влюблены, да нафига этим заниматься, все и так будет. Но мы же любим друг друга. И все, дальше мы как-то договоримся. Поймите, пожалуйста, я возвращаюсь к первому пункту, что большинство людей путают влюбленность и любовь. Я понимаю, что когда есть влюбленность и эйфория, зачем об этом париться? Но лучше на берегу разобраться со списками ваших потребностей в отношениях. Например, частый конфликт возникает на фоне финансов. Да, что? Женщина вышла замуж, она родила ему детей и ребенка, и оказалось, что после декрета он гонит ее на работу. А она не собиралась работать, а она собиралась быть в ее понимании классной женой, которая занимается домашним уютом, которая развивается, например, как женщина, занимается ребенком. А тут резко он гонит ее на работу. И кажется, а как так? Или же выясняется потребностью мужчины, какая? Общаться с его мамочкой. С моего мамулей. Общаться, быть в тесном контакте с его мамой. Но подумай, если бы вначале ты начинала об этом хотя бы задумываться, присматриваться и задавать себе вопросы, а точно ли мы у нас есть коннект, а точно ли мы в этом совпадаем, было бы более тогда правильные, разумные решения приняты. А когда решения принимаются лишь на эмоциях, там, выходить замуж, это прекрасно, это мило, это кайфово, но, к сожалению, это имеет много последствий. Или, например, другая ситуация про деньги, да, это когда мужчина, в его ожидании было, что женщина будет отвечать за домашний уют и развиваться как женщина, она говорит, а я хочу работать, а я хочу строить бизнес. А он не хотел так, а у него было другое представление. Или, что еще хуже бывает, что ей казалось, что она хочет заниматься бизнесом, он сказал, окей, она пошла занялась бизнесом и поняла, что это не ее. И ей хочется снова вернуться в ту роль, с которой она начала, а его уже что? Начала устраивать. Ты в позиции бизнесвумен, понимаете? И поэтому очень важно разобраться с этим. И, конечно же, я считаю, что самый сложный будет список про себя. Потому что нам часто кажется, что мы все очень хорошо понимаем. Не, ну мы-то знаем, чего хотим. Поверьте, большинство людей не знают, чего они хотят. Следующий пункт. Готовность к развитию. Знаете, как бы это банально не звучало, но все же люди хотят развиваться вроде как. Но разберись, что в его понимании, что в его мышлении, что в его ценностях, что такое развитие. И что такое развитие для тебя. Потому что, опять же, очень много проблем возникает у женщин, которые приходят и говорят, что Ярослав, я развиваюсь, а он нет. Я вот стремлюсь, я чего-то хочу, а он мне говорит, а меня все устраивает. И поэтому лучше заранее выяснить, как он смотрит будущее, как он видит будущее через год, через два, через пять, через десять. И, конечно же, я прекрасно понимаю, что, поймите, одно дело, что он скажет что-то, это уже будет плюс. Ну, какое-то продвижение в понимании друг друга. А еще важно, конечно же, насколько он соответствует этим словам. Насколько эти слова станут реальностью. И это, конечно, уже зависит от того, насколько ты понимаешь, что мужчину знаешь, насколько он отвечает за свои слова. Или, насколько он сказочник, это уже зависит от других пунктов и от того, конечно же, как вы дальше будете строить отношения. И вот ты спрашиваешь у мужчины, чего ты хочешь, какие у тебя цели? Он говорит, да я, я. Ему, например, 30 лет, он говорит, да я, я там построю сейчас, я, я там вырасту в карьере. Есть встречный вопрос. А, скорее всего, если ты уже собираешься за него замуж, скорее всего, ты уже его знаешь? Насколько у него есть прогресс за последний год, два, три? И просто поверь, если у него за последний год, два, три нет прогресса, и он условно стоит на какой-то статичной точке в своем развитии, значит и дальше так будет. И это неплохо. Это его выбор. Он имеет право. Именно поэтому записываю это видео для вас, мои дорогие, чтобы вы заранее проясняли, заранее проясняли. Потому что я понимаю, что хочется просто положиться на чувства. И если мы любим друг друга, это все как-то само собой будет. Если бы так было, дорогие мои, не было бы такого количества разводов. Следующий пункт, возможно, немножко обобщенный. Пожалуйста, посмотрите, какие у него отношения с его родителями. Я уже говорил про маму в некоторых пунктах. Посмотри, какие у него отношения с родителями. Если он уже был ранее в отношениях и в разводе, пожалуйста, посмотри, как он относится к бывшей жене. Если у него есть дети от предыдущего брака, понаблюдай, как он относится к своим детям. Если у него есть родители, как он общается с родителями или не общается. Если нет родителей, какого мнения он о своей маме? Какое мнение он о своем биологическом отце? И, конечно, вы сейчас говорите, а, Гайрислав, спасибо, ты нам дал такое задание. А как нам расшифровать эти все ответы? И я бы, конечно, с удовольствием дал какую-то, может быть, распечатку, которая расшифрует все ответы. Но поймите, вы не можете получать шаблоны на все случаи жизни. Вам нужно самим развиваться. И, понимаете, когда вы сами понимаете, а какие у меня отношения с родителями, а почему я на бывшего козла жзлюсь так очень? А почему я сейчас одна с ребенком, а мужчина не платит алименты? И я, когда это сама, ты сама это все понимаешь, тогда ты понимаешь других. Тогда у тебя к другим, тебе не нужно к другим относиться, как к ребусам. Но если мы сами к себе, мы сами для себя ребус, тогда любой человек для нас ребус. И наоборот, если мы прокачаны, если мы хорошо себя понимаем, тогда нам не нужно выяснять, кто мы видим условно насквозь, в хорошем смысле слова, других людей. И это зависит не от шо... Так, он сказал это, поэтому вот так. Потому что, например, вы можете сказать, ага, Яросав, а если у него плохие отношения с мамой, это что, он ко мне тоже будет плохо относиться? Не факт. Или наоборот, ты скажешь, но он маму там обожает. И при этом он не маменькин сынок. При этом он не пускает ее за свои личные границы. Значит, он будет точно хорошим мужем? Ну, вроде как да. Но это только лишь один из пунктов. И не факт. И нельзя так утверждать. Есть много пунктов, которые составляют общую картину. Понимаешь? Если для тебя важно еще больше разобраться, как женщина, еще больше понимать мужчин, еще больше разобраться, что же мне с собой нужно сделать, чтобы пройти вот этот путь развития, чтобы себя классно понимать, мужчин классно понимать, понимать, как строить классные отношения, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и записывайся на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где эти и другие темы мы разбираем подробно на протяжении нескольких вечеров. И даже несмотря на то, что это бесплатно, это очень полезно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и до встречи в следующих видео. Пока!